и несём свет сюда, чтобы люди жили по-другому. Это правильно, потому что мы в этом мире все погибли. Мы только воскреснем во имя Христа. Видите, вот если мы не только говорим, а делаем, Господь принимает, вера без дел мертва. А мы должны увидеть, где мы нуждаемся, кто в нас нуждается. Вот начинает говорить слово «проблема». Я его выкину, это слово нету. А как? Нерешённый вопрос. Вот это слово будет. Что сказали «проблема»? Нерешённый вопрос. Проблем нет. Посмотрите там, посмотрите. Если вам в одном направлении слышно, я вам скажу, как меня найти. Меня зовут Игнатий Лапкин. Алтайский край, город Барнаул. И вы меня найдёте в скайпе. Я там один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Мы строим православную деревню. Брат у меня протеерей. Протеерей отец Айкин. И мы строим православную деревню. У нас храм построили сами. Школу государственную. Всё сами делаем. Без помощи государства. Вас не слышно. Не слышно. Поэтому, если вы пожелаете, зайдите на меня. У меня большой видеоканал. 18 тысяч роликов. Называется «Восвяти Библии». «Восвяти Библии» Игнатий Лапкин. Жалко, что у вас микрофон не работает. Нету. Ни одного слова не слышно. Если у вас есть желание узнать больше про жизнь, про душу, про вечность, вы можете задать вопросы. Мы пришли сюда, православные христиане. Возвестить людям радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Что нет? Я мусульманин. Ну что, что мусульманин? Мусульманин тоже человек. Да, верить. Мы пришли сюда с той вестью от Бога, что за наши грехи умер Христос Иисус и дарует спасение, воскрес для нашего оправдания. И кто кается перед ним, Господь освобождает его для новой жизни по заповеди его. И вот этого Содома терпеть душа верующая не может. Он должен пролить свет сюда. Рассказать о жизни вечной. По-любому. Бога верю в бойцу. Хожу в церковь. У вас какие, может, вопросы есть духовные о душе, о вечности, о спасении? Да нет, нету. Так-то я здесь в церковь к батюшке. Хожу вот недавно, я ходил, он у батюшка у нас такой есть, Олег. То есть, а душе, что где будете после смерти, вас это не интересует? Да, ну, батюшка, мы еще не собираемся умирать. Смотри, мы молодые. Так только не ругаться. Ни одного слова плохого не говорите. Откуда зародился? А вы можете слушать и не ругаться? Могу. Тогда ни слова не говорите, не возражайте. Я начинаю вам рассказывать. Мы пришли в это место разврата с посланием Божьим, что Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. У евреев в Ветхом Завете при выходе из Египта была Пасха, закололи ягненка. Ягненок назывался Пасхой. Он указывал на Христа. Вот Христос и наша Пасха, апостол Павел говорит. Пасха. То есть, он кровью ягнящей, надо было помазать перекладину и косяки. И пройдет ангел в ночь. И все первенцы, кто первый родился у собаки, у кошки, у человека, будут убиты ангелом. Где кровь, к тому они не зайдут. И так и сегодня касаются. Из тех, которые очистены кровью Христовой, к ним не прикасается грех, они чистые. Вот что означает Пасха. Кем убиты будут младенцы? Ангелом был. Ангел прошел. Прошел по Египту, где находился. Ангела кто послал? Господь Бог послал кто. Конечно, ангел не сам делает. И он убил всех младенцев. Да, все погибли. У кого было помазано перекладины эти, это как крест изображало. Господь Бог убил младенцев. Ангел, я вам отвечаю второй раз. Вы только не ругайтесь, пожалуйста. Ангела кто послал? Я вам ответил уже. Теперь зачем дальше повторять-то? Повторение. Ангела, ангела, думала. Потому что фараон ошесточился, не отпускал. Прошло девять казней. Тогда Господь посылает последнюю. Отпусти народ мой. Он не отпускал, и Господь вывел его, когда пришла эта казнь. И Господь убил младенцев. Я еще раз говорю. А ангел поразил их. Кто послал ангела? Я вам ответил уже. Третий раз отвечаю. То есть вы, я понял, вы так называемые неоязычники. И считаете, это вера еврейская, Бог еврейский плохой. А вы лучше нашли Перуна там или какого-то еще. Я не пишу ангела по этому поводу. Кто послал ангела? Так я вам ответил. Ответил. Вы только это, выслушайте, я уже сказал. У вас вид какой-то неблагонадежный, как обкуренный мертвец. Это как обкуренный тяжело больной человек. Я говорю, эрекции нет у тебя. Как вас интересно, женская война разделала. Повергла, разделала, бросила. Слабые мужичонки-то оказались, бритые. Мы пришли сюда, чтобы возвестить радостную весть, что за грехи людей умер Христос распятый и воскрес. Чтобы мы имели другую жизнь через похаяние перед Богом. Потому что здесь Содом и Гаморра. Самое гнусное, блудливое, все сюда собралось. И ты в том числе, да? Мы пришли сюда, как посланники Бога, как врачи, для совершенно больного общества. Ну и как ты думаешь, это спасет? Ну, по крайней мере, могу сказать, примерно 500 человек уже, которые вышли на разговор. Ну, понятно. Ну, скорее всего, они так и продолжат. Ну, решать мы не беремся. Наше дело возвестить, а не обратить. Даже когда нас арестуют, Христос, говорит, поведут вас для свидетельства. Я должен сказать. А Езекииль говорит так. Если ты видел согрешающего, не сказал, не обречил. Он погибнет в грехе, а его кровь я обзыщу с твоей головы. Но если ты говорил, а он не послушал, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Я понял тебя, старый. Давай, удачи тебе. Так вы знаете, у нас большие ресурсы можем вам дать. Ютуб называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 18 тысяч роликов у нас. 45 миллионов просмотров. Запишите себе. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Ютуб. Мы строим православную деревню с нуля. Миссионерская поездка у нас была. 120 тысяч километров. Из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику. У меня 38 томов вышло. И подарили в 650 библиотек. На 35 миллионов рублей. Ва, вы... Такое сокровище вы больше нигде не найдете. И мы пришли, даром даем его. Я спрашиваю, это все легально? Вы просто в скайпе зайдите, Игнатий Лапкин. Я один. Вы сразу на меня выйдете. В скайпе. А там уже скинуть ресурсы. Мы пришли с такой целью, православные люди, проповедники, рассказать о радостной вести, которую Господь дал людям. Что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес для оправдания. Я язычник, я не верю в Бога. Ну, не веришь. Все равно знать должен, чтобы на суде Божьем не говорил, что не слышал. Мы до этого и пришли. Нам не поставлена задача убедить, а засвидетельствовать. Ну, тоже верно. Я спорить даже не буду. Ну, конечно. Потому что, когда будет суд Божий за все ответ, люди погибли не потому, что грешники, а что они приняли жертву Христову. Иисус все грехи взял на себя и умер. И поэтому мы людям должны это сказать. Мы посланы для этого. А уж примет, не примет, это с человека зависит. Как говорят американцы, make your choice. Сделай свой выбор. Вот мы строим православную деревню с нуля, строим. А в России разрушено 31 тысячи сел, полностью уничтожено. Это же гибель. Ну, это Россия. За время перестройки только произошло 120 миллионов абортов. Это государство погибло в женской вагине. И только в России только один глава администрации запретил аборты, подвел под закон. Кто это? Аборты запретил? Допретил в государственном масштабе, в своем, в регионе. Ну, я в политике не особо, как бы... Ну, а скажите, если он спасает людей, достоин уважения? Ну, по мне так, да? Да, вот у меня письменная благодарность от него есть. У меня вышло 38 томов книг. Я по библиотекам развезли. Из Барнавула до Владивостока, до Лиссабона. И были у него. Он герой России. В буквальном смысле герой. Со звездой героя на груди. Это кто ж такой? Это кто? Ну, вот кто такой? Вы задайте своим. Живем рядом и не знаем. Я даже не в курсе. А он исповедует другую веру. Ага. Да. А этот... Я забыл. Рамзан Ахматович Кадыров. А, Кадыров, Кадыров. Да. Закрыл ворота. Нигде сейчас ни изрывов, ничего нету. Он герой в подлинном смысле. Я христианин. Да. Но мы должны сказать правду. Недавно он открывал храм православный. У них в Чечне построили огромный комплекс. И он открывал его. Мусульманин. Ну, любую веру надо уважать. Да это не в вере дело. Это везде хватает плюс и минус. Ну, и веру тоже надо. Это нация, вера и все это надо уважать. Вот здесь вот в рулетке. Половина мужиков голые валяются. Никому не нужно. Да это они. И чем занимаются-то? Посмотрите. Процентов на 90, наверное, анонизмом занимаются. Процентов 90 мусульмане. А причина-то какая? Блуд собрал. А с женской войны потеряли голову. Да. Вот им как раз и нужно сказать, что ждет за это. Был такой город Содом и Гоморра, города, где мужеложеством занимались. Извращение. Содомиты называются. И Господь сжег эти города. И они находятся на дне Мертвого моря. Так Библия говорит нам. Я Библию не читал. Библия – это единственная книга, которая говорит о будущем, как о сегодняшнем. Ни в одной книге религиозной нигде нет. Она говорит, как дальше жизнь будет развиваться, какие политические перемены, какая война будет, какой правитель. Это мы уже знаем. Это, получается, Библия предсказывает будущее? А она все... 2000 лет назад Господь рассказал Христос. И мы это знаем из Писания. Вот сейчас, когда людям начинаешь объяснять, они сразу принимают. Девушки говорят, да, оно так и видно. Видно-то, видно. 2000 лет назад не было ни кибернетики, ничего. Не было еще Чернобыля, уже предсказано было. 2000 лет назад. Это, понятно, не 20 дней. С абсолютной точностью до одного дня. Это означает, что Бог открывает истину. И не верить ей нельзя. А разве в Библии было указано, что будет авария на Чернобыле? Что указано? В Библии было указано, что будет авария на Чернобыле? Да. Прямо так и написано. Называется «Звезда Полынь». Люди не знали, что такое. Падет с неба звезда Полынь, и воду сделается горькими, и многие люди умрут. А сегодня говорят, а Украина, там произошло, там Чернобыль. А Полынь произносится «черное былее». Вот и всё расшифровалось. И Припять отравленная, и какие люди. 2000 лет назад. И дальше мы знаем, что будет. А один правитель будет над всем миром. Мы знаем, где столица мира будет. Это будет ни Москва, ни Вашингтон, ни Пекин. Какой город? Один правитель. Границы исчезнут. Шенгенской зоны не будет. Денег не будет. Щип. Защипано. Написано, будет знак поставлен 666. А сегодня даже на самом маленьком каком-то товарном чеке везде расшифровано 666. Как там уже было? С точностью до одной цифры. Это говорит о том, что Бог сказал, и мы знаем, что здесь есть. Вот это, судя по Библии, что скоро будет конец света, да? Да, вплотную подошли. Москва будет сожжена в один час. А как это, как можно было 2000 лет назад знать про это? Получается, какой промежуток времени будет сожжена Москва? А уже рядом стоит. Так что, чем раньше оттуда люди выйдут, тем лучше. И столицей мира будет объявлен Иерусалим. И будет один еврей над всем миром из колена данного. И будет царствовать 42 месяца. До одного дня все выше. Он будет царствовать 42 месяца, а потом... Все. С неба приходит Господь Христос. Звучат архангельские трубы. И воскресают все мертвые от первого человека до последнего. И будет страшный суд, о чем Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. Вот мы в школе учили в седьмом классе. И поэтому вы сказали, я не верю. Вы не верю, сказали. Предсказывают, и с чем они сталкивались, что в гороскопах никак не значилось. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Вот весь ответ. Три тысячи лет назад. Я не верующий, это означает, я готов на любое дело пойти. Почему французский философ Монтень говорит... Я не сказал то, что я не верующий. Я верю в своих богов. Ну да. Но язычески это не боги, это выдумано. Ни откуда ничего нету. Твердоклебов рассказал. Левашов. Спорить можно долго по счет этого. А мы не спорим. Мы как раз и не спорим. Мы возвещаем. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Сказал один раз, не верил, а все уже, все. В твои руки отдано. Книга из Икиилии в Библии есть. Третья голова, 18-й стих говорит. Ты видел брата или согрешающего? И не возвестил ему. Он погибнет. Но его кровь я взыщу с твоей головы. Но если ты ему сказал, а он остался напряженным. Его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Вот в чем важность. Сколько людей, столько мнений. Знаете, неверующие, совсем люди, ну которые там агностики разные называются, вместе взяты 8% на земле. А количество преступлений, начиная с убийства, самоубийства, на них падает 99,9%. Бога нет, детвори, выдумывай, пробуй. Ни за что не отвечать. И при том, все корысть, везде деньги. Вот мне Господь позволил создать лагерь детский. Я 48 лет его начальник. Без помощи государства, тысячи детей подняли. В стране у нас разрушено 31 тысяча поселений, сел, поселков. Мы получили землю с нуля. Получили статус. Своими средствами все делаем. Выращиваем что-то, скотина. Мы построили храм, дальше школу государственную, своими руками. Дороги. А дороги – это очень дорогое удовольствие. Четыре пруда возобновили заново. К обезруганию. Я просто, мы поразговариваем, чтобы не ругались. Люди Писания. Нет, как ругаться. Люди Писания. Это называется христиане и иудеи, у которых Тора и Инжил. Инжил – это Евангелие. И там написано, Господь дал вам эти книги, и вы по ним живите. Вот мы пришли с Евангелем как раз. О чем эта книга говорит? Христос умер за грехи людей. Умер и воскрес. Написано в Евангелии. Поэтому остальное меня не касается. Он умер и дарует прощение. 47 стих. Возьмите 66-й, 68-й. Пятая сура. Вы извините меня, конечно. Здесь столько нечистое сидит. Что же вы здесь делаете? Так, а что можно здесь делать? Скажите, по порядку. Даже вы ничего не знаете. Что здесь рулетка для чего создана для блуда? Здесь разврат Содом и Гаморра. Сейчас я отвечаю. Я не ответил. Вы перебиваете. Вы вопрос задали. Я отвечаю. Вы меня перебиваете. И вы никогда не будете ничего знать. Еще раз говорю. Я христианин православный. Если пришли сюда, больное общество. Разврат сплошной идет. Половина мужиков голая. Процентов 90 мусульмане здесь. Зачем мы пришли? Затем, чтобы возвестить великую радость, что Иисус умер за грехи людей. И воскрес, и зовет к покаянию, чтобы жили для Бога. Мы пришли сюда как врачи, к тяжко больным людям. Согласен с вами. Всего доброго вам. Здоровья. Слава Христу. Слава.